психолог а я врач и психолог а у нас гретка тоже психолог вообще династия у нас и внук сами параллельно немножко чтобы солнышко там это моя одна из любимых картин которая висела у меня в кабинете на таганке мы там были 25 лет 10 она точно у меня так что у меня да потом он забрал ее почему-то вот картину очень загадочная необычная потому что в руках то у нее будет елочка это о том чтобы люди всегда помнили сказки детства чтобы в нужный момент когда у них стресс какой-то могли бы по приему ключа могли бы вспоминая как они любили в детстве играть начали бы даже будучи взрослыми начали бы играть пять минут в день в игры которые любили в детстве есть этой игры рядом прямо нету прямо из воздуха поиграли ну вот так вот клали бы кубики там или скакали бы или крутили холохоп ну то что в детстве любили вот когда вы соединяем наш взрослый ум снимается стресс я тебе сейчас напомню у нас был хороший такой прием а ленты вы тоже помнишь когда мы еще работали мне кажется дагестане там был прием мы людям говорили представьте что у вас в руках мяч а теперь представьте какой он жесткий или мягкий и вот они начинали его сжимать но все это в трансе да то есть после всех приемов когда они находились транс это был раскрепощение это был классный такой прием мы просили сказать какого он цвета какого он я не знаю тяжелые или легкие и каждый представлялся а потом заставляли их кидать то есть они проделывали всю эту операцию на ощущение на восприятие на цвет на все на вкус не пробовали может кто-то и думал что это обрезнуть да посыл ко всем органам чушь да да поэтому если у кого-то стресс допустим я вспомню как ты это делал классный был прием потому что он во-первых углублял состояние транса управляем и когда человек самостоятельно работает и он за счет вот этого перебора того 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 определяя что это за предмет углублял состояние его состояние становилось лучше а потом представлял что он на площадке его кидает и получает от этого удовольствия и ощущения все говорят были очень нереалистичны потому что шоу процесс углубления ну потому что все органы чушь я думаю надо было бы вот так пальцем и потрогать языком потому что жена кстати говоря это работает вот у нас юморист еще ален ален пошути кайка пожалуйста он тонко-тонко шутит в нужный момент момент не нужно и пошутить сказанете тоже однако значит значит хочу порекомендовать очередной раз для всех у кого затрудненное дыхание держать руки вот так у кого шеи без проблем да у кого шеи когда он так держит ему разве ну-ка расскажи у кого шеи особых проблем нет особых проблем а вот у кого просто хондроз это полезно ну и как всегда мы делаем это аккуратно мягко и ориентируемся на свои ощущения без всякого насилия на собой всякого насилия с удовольствием а для чего чем в чем фишка я знаю что спать очень полезно полностью вытянуть руки назад очень полезно так спать не проходит полный круг некоторым полезно кому-то совсем не полезно поэтому надо подбирать то что вам полезно то что не полезно потому что некоторые люди когда вот чемодан например на полку закидывает пришлось шею а потом удивляются почему них давление скачать или еще чего-то подбирать поэтому следующие разы мы всем подскажем да как подбирать правильно а вот можно олен 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 ты да скажи пожалуйста для чего-то хочу сказать вы же никто мне не даете затрудненное дыхание особенно после к вида год назад появилась и вот я искал искал у меня были несколько вариантов для дыхания то есть невозможность додохнуть это очень такое дискомфортное состояние и вот самые из тех упражнений что я нашел это вот это я прям сразу на первый раз могу уже сейчас вдыхать комфортно для тех людей для тех людей у кого такая же проблема получается ты понимаешь локти и наши в этот момент большие пальцы прям в ямочке у здесь на шее и дальше держим одну минуту развернутые локти и заодно большими пальцами разминаем ямочки тут самую точку фэнч и выход затылочного нерва снимая спазмы и налаживая венозный отток первое второе за счет этого легкие бронхи дыхательные пути за счет этого положения рук они же в открытом состоянии они начинают лучше циркулировать да дыхание свободнее питание опять же кислорода больше выбрасывается и я например сразу могу глубоко вдохнуть и выдохнуть и мне уже сразу хорошо хотя для меня это было очень долго проблемой потому что вот это ощущение что ты не можешь додохнуть она уже нагнетает кажется сейчас отдохнешься сейчас это то есть это особенно у людей неустойчивых еще на какой-то момент это вообще может накрутить такое состояние тревоги вот рекомендую развели руки большими пальцами ткнулись в ямочки разминаем их тоже легко и приятно именно легко и приятно тем самым снимая спазм точки фэнч и выход затылочного нерва венозный отток налаживается голова становится свободной а здесь и ты . фэнчи можно посмотреть там например набрать фэнчи до википедии посмотреть сразу скажи кому нельзя это делать а почему всем нужно на почему что нет мы какой тест кому нельзя человек берет аккуратненько легко вдруг у него там начинаете то болит так не надо ему делать не надо взял сел развел и чувствую что ему хорошо дышать и пусть сидит одну минуту по ощущениям ощущениям по вашему принципу хасаи магомедович не навреди себе через усилия на через насилие над собой ни в коем случае молодец овен старше шейлы ровно на три года а какой какой скромный у нас видите у нас кстати дети тоже имеют разницу ровно три года моя дочка и алена сын только моя старше самое интересное что они у меня все одном месяце в октябре в октябре и татья разные знаки хотя она моя жена в октябре родилась я не все у меня октябрьские а я значит мартовский и рыба короче я попала по черному 3 в один из знака это моя мама мой брат моя невестка мой папа все скорпионы и рыба я понимаю почему у нас только проблем да почему ждал столько ждал давайте сделаем совместную запись давайте сделаем совместную запись давайте работать дальше олен показал очень хороший прием чтобы дышать руки за голову и это сразу хороший будет плавный переход потому что вот мне пришло на ум потому что я недавно решила одну огромную проблему а эта проблема высокое давление которое в день у меня приступы вычесть что я человек с пониженным давлением а я тяжело переносила давление повышенные люди по-разному переносят гипотоники переносить тяжело я не могла понять откуда она потому что я понимал что что-то здесь нет а я рассказываю чисто мой пример поэтому всем не выполнять а делать только то что аукнется после моих слов как говорится у каждого учесть что я человек здоровый все время занимаюсь спортом активная туда-сюда я не могла понять откуда взял изновление и тут как говорил великий будда он говорил когда ты не знаешь как решить проблему остановись вернись к началу и тогда ты увидишь весь путь как ты дошел до этой проблемы и тогда тебе станет ясен ответ я начала обратным ходом смотреть с чего у меня это началось а началось с того что я очень долгое время таскала тяжести поднимала и последний раз тоже подняла очень тяжелую вещь долго ее тащила и после этого меня начало накрывать я снимала давление при помощи лекарств при помощи там еще чего-то но было очень странно как не сяду у меня давление как не повернусь давление я четко начала понимать что где-то спазм интуитивно спустя папа помогал мне это давление снимать без таблеток вообще до при помощи шейного венозного оттока при помощи растирания ушей мы снимали давление чтобы не пить таблетки прошла наша семья не очень это любит все таблетки я имею ввиду вот но все равно давление стоило не так сись не так лишь давление поднималась и ночью и днем и в день по 10 раз было тяжко в общем я вот так стало в один момент и подумала я растаскала тяжести я же вернулась к началу откуда это началось да думаю раз тяжести значит отдел то грудной и шейный задействован был и я начала растягивать грудную мышцу которая находится между лопаток вот это опоясывающая грудная наша мышца которая все время оказывается находится в диком напряжение потому что люди крайне редко с ней работа сейчас пошла мода работать шейным отделом но нет моды работать именно с грудным потому что мы детей таскаем сумки таскаем все несём все поднимаем и все отдается я нашла пару упражнений очень хороших которые помогают грудной отдел мышцы грудного отдела либо как она правильно называется вот где находится лопатки спины мышцы спины растянуть то есть там есть такой валик кладем на него назад облокачиваемся и вперед нагибается нагибаемся когда нагибаемся локти сходим когда назад чуть-чуть нагибаемся локти разводит в общем через день я забыла вообще эту мышцу у меня там есть позвонок у нас 6 или 7 я не помню боюсь ошибиться чтобы врачи меня не ругали который не двигается если все остальные позвонки находятся в движении то он находится без движения вокруг него образуются спазмированные мышцы потому что там неподвижная зона и когда мы специально начинаем эту зону разминать те рядом которые мы разминаем соответственно мы снимаем напряжение с этой области давление да мы садимся ноги да пап только не сильно не задеваешь шею не давя наши правильно да а назад локти раскрываем таким образом работает в начале показал вот так а потом у меня как дальше правильно суда сгиба сжимаем туда разжимаем и работают весь грудной отдел в общем я поделала день а мне идея пришла ведь это очень актуально какое огромное количество людей страдает гипертонией магомедович вот этот раздел шелла должна провести вашем новом вебинаре сразу половина еще больше попадет а людей сажают на препарат давайте вот разумно если посмотреть по физиологии что такое давление это спазм спазмированные мышцы нарушается кровообращение давление растет это спазм поэтому первый спазм который надо убрать это мышечный очень мягко предупреждаю чтобы не потому что есть такие вот люди которые как говорится дай свиньи богу молиться он этому критериям является максимум давайте там покажешь да обязательно и не только это покажу у меня есть классные штуки для сна потому что у меня сейчас народ просто просится а сейчас я закончу мысль я же не могу я же идеалист надо закончить мысль а дело в том что мне моя приятельница очень такая крутая невролог которая занимается китайской медициной она была заведующей отделением неврологии когда я ей рассказала что я нашла она мне сказала фразу шейла ты не представляешь сколько людей поступают в больнице с бешеным давлением и с болями в сердце думают что у них там проблемы а выясняется что это просто спазмированный грудной отдел представляешь потом выясняется потому что они дачу только с ними не делают ничего не помогает потому что спазм это не убирают то есть они сосуды то расширяют лекарства а спазмацию то мышцы никуда не это мне сказал врач невролог заведующий отделением больницы московская которая очень много передала надо реально и главное это не пропагандируют не говорят о том что люди делаете гимнастику заря чтобы хотя бы могу подтвердить и потому что я свое время лечил ведущего телеканала это вы можете где собирались изобретатели всякие это давно очень много лет назад после которую который потом создал помоги себе сама которые потом много лет ведет анатолий алексеев могил этому часто помогал и вот он свое время в командировке транспортере каком-то перевернулся как журналист он очень хороший журналист был перевернулся и потом думали что у него сердце сердце я приезжал к нему тогда в москве иголки ему ставил на шею и у него на самом деле позвоночник был это я это очень распространенная проблема потому что как мы сидим как мы стоим сколько мы сидим сколько мы стоим сейчас все перед компьютерами сейчас всех телефонов статичные позы все это спазм поэтому давление растет это один вопрос второй вопрос а конечно надо использовать я пропагандирую аппликатор кузнецова либо коврик липко шикарная тема но только на спросите у врача там начинать надо с 10-15 минут на них лежать чтобы тоже не вредить себе надо делать все потихоньку осторожненько уже ключевые приемы по критерию максимального соответствия то есть по критерию максимальной комфортности не будет результата если человек не научится снимать стрессы и нормально спать можно снять но если все время что находится в стрессе и это все равно бесполезно мне вот это понравилось вот это понравилось как и раздвигаешь а сюда мне еще хочется сказать за счетах через гортань пропустить я дышу носом воздухом через гортань только не забывай назад прогибаться чуть-чуть там же на вебинаре буду обязательно тема будет была бы хорошая и полезная сейчас ко мне многие обращаются именно со сном у людей проблема давления сон тревожности да и я как раз собираюсь начать вести группы живьем уже стал богу сейчас у меня в телеграм-канале появится канал где будет вот это все освещаться и всех людей кто москва подмосковья близлежащих а и вот заодно приглашаю это мой телеграм-канал там все будет озвучено и заодно конечно я на вебинаре показала бы приемы для сна потому что это пока не хочу чтобы вопросы тебе там написали понятно мы придумаем название вебинара чтобы это было понятно что за вебинар да я тебя прошу шива если те будут писать комментах вопросы сейчас я лену вопрос да но просматривайте что вы могли видеть может быть вам будет уж вы могли ответы там писать очень нужно потому что люди же смотрят кто-то в чем-то нуждается я не могу писать ответы на твоем канале если можно отвечайте за меня хочет мне вопрос задать можно меня в телеграме найти кто хочет алену на у него тоже есть вот и там 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 и напишешь коменте мой телеграм такой а там чушила оливина брали куда вы другой нет в мире да почему я их так назвал когда они родились я вам потом скажу ужас до встречи друзья пока пока спасибо давай пока